Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. В 1917 году на одном из митингов меньшевик Ираклий Георгиевич Церетели обрушился с резкой критикой на большевиков и их вождя Ленина. Сталин находился недалеко от Церетели и в какой-то момент начал тихо, по-грузински, матерно ругать оратора. Церетели начал сбиваться, а вскоре и вовсе покинул трибуну, заявив, что не будет выступать перед такими хулиганами. К первой годовщине Октябрьской революции в газете «Правда» появилась статья, в которой утверждалось, что своей победой вооруженное восстание в Петрограде обязано Троцкому. В статье было множество хвалебных слов о различных заслугах Троцкого, чаще всего мнимых. Автором этой статьи был Иосиф Сталин. Однажды Сталин посетил спектакль по пьесе Владимира Кершона «Хлеб», но не пригласил автора в правительственную ложу после спектакля. На следующий день в квартире у Горького Кершон громко спросил у Сталина, как вам понравился спектакль «Хлеб». Сталин ответил, не помню такого спектакля. Кершон стал горячиться, вчера вы смотрели этот спектакль. Я автор пьесы и хотел бы знать о вашем впечатлении. Сталин остался невозмутимым и холодно произнес, в 13 лет я смотрел коварство и любовь Шиллера. Помню. А вот спектакль «Хлеб» не помню. В начале 30-х годов художник Евгений Александрович Кацман нарисовал портрет Ворошилова. На этом портрете начищенные сапоги советского полководца выглядели более выразительно, чем его лицо. Что позволило критику Алексея Александровича Федорову-Давыдову назвать картину «Портрет сапог Ворошилова». Ворошилов обиделся и Федорова-Давыдова выслали в Ярославль. Всего лишь. Когда в газете «Известия» были опубликованы официальные материалы о том, что Николай Бухарин является шпионом, газету в печать подписал главный редактор Николай Бухарин. АПЛОДИСМЕНТЫ